В завершении нашей программы о фильме «Служу Советскому Союзу», который был показан 22 июня по каналу НТВ. Еще до его демонстрации вокруг фильма вспыхнула острая полемика, а министр культуры Владимир Мединский даже рекомендовал каналу убрать его из эфира. Министр объяснял это тем, что содержание фильма оскорбляет фронтовиков и ветеранов и создает искаженное представление о событиях времен Великой Отечественной войны. А потому, по мнению Мединского, показывать этот фильм 22 июня в день памяти и скорби совершенно неуместно. Продолжит тему Рамиль Гатаулин. 22 июня ровно в 7.30 вечера Махмуд Ахметович Гореев устроился перед телевизором, чтобы посмотреть фильм с таким родным для каждого офицера и фронтовика названием «Служу Советскому Союзу». Однако увиденное ветерана Великой Отечественной войны не порадовало. Фильм мерзостный. Показывать 22 июня в день начала войны, значит, такой фильм, это уже, так сказать, кощунство по отношению к участникам войны. Это оскорбление. Фильм «Служу Советскому Союзу» снят по сценарию Леонида Минакера. В центре судьбы журналисты Донцова и певицы Таисии Мещерской. Донцов попадает на лесоповал из-за газетной опечатки. Кто-то перепутал буквы фамилии вождя и получилось вместо Сталина с Ралин. А Мещерская отвергла домогательство Берии, за что якобы и поплатилась. Это тебе на могилку Тая. Если постель моя не мила, может, Наре понравится. Потом Мещерская и Донцов встретятся в лагере, на который собираются напасть фашисты. Трусливые офицеры НКВД сбегают, даже не взяв оружие. Зэки оказываются истинными патриотами страны, уничтожают всех диверсантов. Но тут возвращаются подлые охранники, победные лавры они присваивают себе, а героев расстреливают. Все это развесистая клюква, считает историк Юрий Жуков. Менакер и создатели фильма собрали все невозможные слухи, которые появились после доклада Хрущева в 1956 году. Ни один лагерь не являлся стратегическим объектом. Ни одному немцу в голову не могло прийти выбросить десант у лагеря. Зачем? Чтобы освободить заключенных уголовников? Бред! Когда люди начинают врать, всегда они неудачно что-нибудь придумывают. На самом деле, для чего, ну скажем, немцам в самом начале войны захватывать тюрьму? Логики нет, потому что и среди офицеров, среди военных, в том числе НКВД, тоже были разные люди. Чего стоит хотя бы концерт для заключенных? Зачем администрации лагеря развлекать зэков? Или вот, певица Мещерская, после, наверное, изматывающих допросов, этапы и долгих месяцев, а может лет заключения, и вдруг хорошая прическа, шикарный макияж, великолепный маникюр, в общем, не зона, а санаторий. Впрочем, киноляпы не самое возмутительное в этой картине. Еще до выхода на телеэкран фильм оказался в центре скандала. Министр культуры Владимир Мединский попросил руководителя канала НТВ Владимира Кулистикова не показывать ленту 22 июня. В том же письме Владимир Мединский ссылается на несколько тысяч посланий, поступивших ему по электронной почте от возмущенных зрителей, которые успели посмотреть киноленту в интернете. Актрисе Елене Дропека фильм понравился, с художественной точки зрения. Тем не менее, она на стороне министра. Я не согласна с ним по очень многим вопросам, мы спорили и будем спорить дальше. Но в этом вопросе я абсолютно с ним солидарна. Ничего нового этот фильм для меня не открыл, кроме того, что он еще раз плюнул в нашу историю. Авторы фильма не видят в картине ничего, что могло бы оскорбить чувства ветерана. Это кино о любви и человеческом достоинстве, считает продюсер картины Ада Ставиская. Письмо господина Мединского – это прямое давление на компанию. Помимо «Служу Советскому Союзу» можно назвать еще как минимум один фильм из той же серии – «Сволочи». В нем повествуются о диверсионных отрядах, в которых воевали беспризорники. Якобы сотрудники НКВД, не дрогнув, отправляли подростков на верную гибель. Этот фильм тоже спровоцировал скандал. Режиссер Владимир Меньшов отказался вручать создателям киноклюквы премию MTV. Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду. Любой фильм, который отличается от небесного тихохода и разбивает лубочную картинку, изображающую Вторую мировую войну в виде иллюстраций к советскому учебнику истории шестого класса, негодует вице-президент Медиасоюза Елена Зелинская, вызывает волну протеста и еще до выхода объявляется антипатриотическим. Безусловно, необходим четкий и всесторонний анализ событий Великой Отечественной войны. Но вряд ли стоит его делать на основе выдумок и слухов. Если бы вся война состояла только из ошибок, из подлостей, значит, из этих вот неправильных действий, тогда людям трудно понять, как же мы пришли к победе. Потому что во всех этих фильмах показывают только то, что нас могло бы привести к поражению, к неудачам. Но мы никогда не узнаем, каким же чудом, каким образом мы победили. Значит, они хотят от народа скрыть самую главную суть этой правды. За что воевали, что зачищали. На человека ведь можно смотреть по-разному. Можно посмотреть с точки зрения проктолога, да, и увидеть человека с одной точки зрения там, да, и это тоже будет правдой. А можно заглянуть ему в глаза, через глаза в его душу. И спросить эту душу, и о ней рассказать. Разве можно назвать фильм фронтовика Ростоцкого «О зоре здесь тихий и лубочный». А ведь героиня Елены Дропеки, Лиза Бричкина, действительно жила, служила в ПВО и погибла с честью. И при этом она носила военную форму, а не была заключенной. И Голливуд, и Франция, и Англия снимают фильмы про войну в любом жанре, комедии, трагедии, но всегда подчеркивают мужество своих соотечественников, мужество своей армии. И всегда американец, француз, англичанин, герой. И если бы кто-то попробовал в Голливуде снять в таком же духе фильм про американскую армию или американскую тюрьму, люди линчевали бы создателей этого фильма. Блогеры, которые посмотрели фильм «Служу Советскому Союзу» в интернете, раньше премьеры на НТВ устроили ему разнос. Автор одной из таких рецензий в конце резюмирует. За замечательный фильм вся съемочная группа награждается званием «Ветеран Кащенко». Такие отзывы стоило бы почитать и сторонникам новой кинокартины. Интернет теперь глаз народа. Вот пусть и узнают, что думают люди о фильме, который они защищают. В заключении нашей программы я хочу поблагодарить ветеранов войны и труда, которые в ту страшную войну отдали все свои силы ради победы, рисковали жизнью, теряли родных и близких. Поблагодарить их от имени поколений, которым они дали право на жизнь в собственной, а не завоеванной и поруганной стране. Есть люди, которым непременно хочется поставить под сомнение и опорочить этот подвиг. Есть и такие, кто в моральном тлении рыночных отношений утратил ясное представление о добре и зле. Но подавляющее большинство граждан нашей страны помнит о принесенных жертвах, чтит память павших и знает своих героев. Знает и преклоняется перед ними за их великое мужество.